Валентина Валентина Очень часто у меня бывает, что нитки остаются, на полноценную шапку мне уже не хватит, но на вот такие вот прикольные головные уборы, повязочки с такими вот интересными элементами хватает. Смотрятся они очень здорово, я их ношу под шубу, под куртку, ну в инстаграме, в моем основном, вы могли уже наблюдать меня в таких вот украшениях. Следующим этапом я хочу сделать чалму, ну а теперь перейдем к вещам, которые я переделываю с секонд-хенд. Я очень часто показываю вам обзоры того, что я купила, и в каждом обзоре говорю, что та вещь мне понравилась, та не понравилась, а в то бы я хотела добавить то-то или то-то. Итак, сейчас продолжайте смотреть, я вам покажу, что я сделала с одной юбкой. Как вы помните, я покупала юбку за 45 либо 50 гривен, это, наверное, вы уже лучше помните, чем я, вот такую вот длинную до колена. Она такая винтажная, варка, вот действительно старинный катон, у нее не было пуговицы вот здесь вверху, которую мы нашили. А сзади мне очень понравились вот такие вот наклейки, которые сейчас вообще мега-мега актуальны, но это вот старинное, то, что было тогда еще. Юбка к фирме Марадонна. Если честно, я не знаю такую фирму, но качество катона составляет действительно уважать эту марку. Итак, юбка была простая, ниже колена, очень высокая посадка. Посадка практически вот у меня под ребра, под грудь, но мне в ней чего-то не хватало. И тогда пришла идея нашить по низу вот такие вот кружева. Причем я маме несколько раз говорила, хочу кружева по низу, хочу кружева по низу. Мама говорит, ну поди в ателье, у нас же нет машинки, это будет так сложно сделать, ну это такая морока. Но я говорю, мама, ну какая морока, просто взяли из какой-то кофты кружево пришили. И вот мы долго думали, какое кружево взять. Я все-таки останется на черном, мы думали, может какое-то цветное, бордовое. В общем, идей было масса. А потом мама рассказывает, она ехала с Харькова ко мне сюда и говорит, уже почти на выходе смотрит. У нее дома лежал такой вот клубок, как роза. Она говорит, я уже не помню, когда я это сделала, этот клубочек, как декор такой поставила. И так вот свернула, и я поняла, что вот, вот это вот низ моей юбки, это как раз тот клубочек. Она развернула, и его действительно вот ровно на всю длину хватило. Причем, вот видите, здесь разрез был на юбке понизу. И тем не менее, мы смогли обыграть так, что когда вы идете, походка, юбка раскрывается на шве, но походка никак не искорюживается, никак не смотрится это как-то уродски. В общем, эту юбку я ездила со мной в Египет. И я ее надевала на обед. Хотя бы у нас было, в принципе, жарковато, но я не могла не принарядиться в такую вот эксклюзивную вещь. Следующая моя переделка может показаться вам очень странной. Ну, мы к ней пришли вместе с моим сапожником Николаем Ивановичем. Вы, наверное, тоже его все знаете. В общем, как-то была я в городе Одесса и увидела такие вот кроссовки. Это Puma, размер 37-й. Мне эта модель очень понравилась. Я ее хотела давно, и вот я нахожу, в принципе, состояние 4 с плюсом. Ну, как не взять? Конечно же, я их купила. Тем более, цена... Честно, тут уже не осталось ценника. Но я помню, что это было что-то порядка, может быть, 150-200 гривен. Ну, за кожаные ботинки, кроссовки, это не жалко, такие деньги отдать. Но как только вечером я их одела, я поняла, что они за счет какого-то кроя внутри, подошвы, сильно мою ногу выталкивают вперед. Прямо даже больно было. Хотя у меня педикюр, да, я делаю такие ногти коротенькие-коротенькие. Я не люблю длинные ногти на ногах. Но, тем не менее, мне было ужасно больно, и ходить я не могла. Я отнесла Николая Ивановича, думаю, что он мне их растянет. Пробьет немножко впереди, они смягчатся, кожа станет более такая упругая, и я смогу носить. Но он посмотрел, сказал, что здесь он ничего не может сделать. И тут нам пришла идея, а почему бы просто взять и не обрезать впереди носочки. Вот, и получились у меня такие вот летние кроссовки. В инстаграме я фотку выкладывала, я ее поищу, обязательно постараюсь вот здесь где-то добавить, как они смотрятся, вот эти вот кроссовочки на ногах. То есть, если у кого-то есть такая же проблема, может быть, действительно стоит не выбрасывать обувь, не сдавать ее в комиссионку, просто обрезать носок. Здесь, единственное, мне осталось вот эту вот часть доработать немножко, красиво как-то оформить. Но когда они без ноги, да, вот это вот видно, дефекты, вот здесь вот. А когда я одеваю их, когда нога выглядывает на педикюр, здесь оно абсолютно вообще никак не заметно. За следующую мою переделку я бы хотела сказать моим девочкам, которые смотрят меня, которые мне подсказали. Когда я выложила первое видео про мои покупки с секонд-хенд, я показала джинсы. Вот эти вот, которые я купила за 10 гривен, это фирма Лок. Извините, они сейчас не проглажены у меня. И на них были маркером какие-то странные рисунки. Я сказала до видео, что ничего страшного, за 10 гривен я что-то дорисую сама маркером, получишь какая-то абстракция и будет отлично. Но девчонки мне посоветовали идею круче. Зачем что-то рисовать, если можно купить вот такие вот нашивки и просто наклеить. Все. И мне понадобилось их две штучки, рис, что-то были по 5 или по 4 гривны. Буквально вот такие вот апгрейды и джинсы действительно утромодные получились. Высокая посадка, немножко они в стиле мамс, но, конечно, это больше подбойфельно, не как мамс джинс. Спасибо большое вам, девчонки. Следующая моя переделка. Как-то я нашла у себя трикотажную кофту. Я вам покажу сначала со спины. Ну вот такая вот, самая обычная трикотажная. Немножко, вы видите, здесь расширенный такой ворот. Можно его слегка на плечо носить, можно его вот таким вот большой в-образной, овально-образной лодочкой носить. Но как-то эта кофта... Поначалу я ее носила с массивными украшениями, мне она нравилась, там на майку одевала или еще что-то. Но потом надоело. И я уже думала ее выкидывать, как меня осенило. Осенило? Сейчас немножко вернемся еще назад. Еще дома у меня была шуба какая-то. Непонятная шуба, мутоновая, валялась уже там, изотрапезная такая тоже. Руга не поднималась, выкинуть меха, что все-таки. И у меня сейчас такое бывает, что раз, воедино, воссоединилась мысль, и я придумала вот такую вот идею. Вот такая вот толстовка с мехом получилась. Ну, честно говоря, такая она вещь, конечно, смотрится на ультрамодный. Но самое главное, я никогда не думала, что вот этот вот мех будет так греть. Это действительно такая теплая кофта, такая толстовка. Ну, мне она нравится. Ее можно и с джинсами носить, в принципе, и с кожаной курткой, с кожаными штанами. Такая вот стильная вещица. Следующая переделка. Начну с того, что когда-то я работала в магазине, и в этом магазине, это польский бренд Top Secret, у них есть линия Dry Wash, это спортивная линия. Мне она очень нравилась, и я купила там себе спортивный костюм. Ну, вот со штанами, в принципе, все в порядке, никаких изъянов нету. А вот с кофтой были намечены проблемы. Она такая вот, видите, обычная, серая. И вот, как сейчас видите, на ней такие вот красные камушки. Их не было. Что случилось с этой кофтой? Я ее постирала, и у меня по всей вот этой вот части пошли зацепки, непонятно из-за чего. Хотя я стирала вроде бы без каких-то металлических изделий, что она могла где-то зацепиться. Но, тем не менее, получилось очень некрасиво выкидывать, мне и рука не поднималась. Я все-таки очень люблю эту марку. У нас сейчас в городе ее нету, приходится, если заказывать, то только по интернету. Ну, и цена, когда я работала, и сейчас немножко отличается в такую, в большую сторону. Я эту кофту и штаны могу одеть, в принципе, на прогулку и по дому ходить. Ну, люблю я очень. Не поднималась рука выкинуть. И вот я тоже думала, что бы с ней сделать, что бы с ней. Тоже так, хоп, нужно нашить камушки. И я маме говорю, поехали в Мен-Пассиэ, поехали там еще куда-то. Или пойдем по секундам пройдемся, найдем какие-то классные, такие вот маленькие бусинки красивые. Я думала, сначала будут они бежевые или серебряные. И тут мы идем по рынку. Знаете, так вот, может, у кого-то осталось в городе. Вот он рынка стоят бабушки. И у бабушек там какие-то чайнички старинные, какие-то там рубашечки, блузочки. И вот я иду, вижу бабушке в вазочке лежит жменя бусинок вот этих вот. Ого, вот же они. Мама говорит, красная? Причем здесь красная? Не знаю, причем здесь красная. Я поняла, что вот другой цвет здесь бы не смотрелся так. Вот у меня здесь еще парочку появилось зацепок. И надо бы тоже нашить. Пришивали мы их ха-ха-ха, отлично просто. Вот так вот, как лягло, так и лягло. Может, кому-то пойдет такой совет, у кого-то тоже есть такие проблемы. Это мои переделки на сегодня закончены. Если вам видео понравилось, поддержите меня пальчиком вверх. Подписывайтесь ко мне на канал. Подписывайтесь ко мне в Инстаграм. Подписывайтесь в Инстаграм, где я продаю свои шапки. Также добавляйтесь ко мне в ВКонтакт. Все ссылки на эти странички будут внизу в инфобоксе. Спасибо вам за просмотр. Пока! Продолжение следует...